А теперь давайте приступим ко второму заданию. Оно более сложное, но и более творческое. Сегодня мы с вами потренируемся рисовать с натуры наши кисти рук, где натурщиком будет ваша собственная рука. То есть правая рисует, а левая позирует. Перед тем, как рисовать, давайте с вами подробно изучим прекрасные аналоги мастеров Возрождения. Посмотрите, как тщательно художники прорабатывают конструкцию изображения, а также при помощи штриха передают их форму. Ну а сейчас, ребята, мы с вами приступим к рисованию кистей человека. Рисовать будем нашу левую руку. И для наглядности я сейчас вместе с вами проговорю основные ее составляющие. Вы знаете, что рука у нас состоит из пяти пальцев. Это мизинец, безымянный, средний, указательный и большой. Каждый палец у нас состоит из фаланг. Фаланги это те части, которые располагаются между нашими маленькими суставами. И которые позволяют нашим пальцам гнуться. Реалистичное изображение руки зависит от того, насколько верно вы найдете все эти опорные точки. И для наглядности я сделаю одно небольшое действие. Для наглядности я все опорные точки обозначила на своей руке фломастером. Мы будем рисовать их как бы сквозь. То есть мы при рисовании кисти должны учитывать ее структуру. Итак, первое положение, которое мы с вами изучим, это положение в кулаке. Итак, в кулаке у нас все, вы видите, точки собираются как бы вместе, в одну. Опорные точки это наши костяшки, наши суставы. И они всегда должны оставаться неизменными. Смотрим сначала на общую форму и общее движение. В этом нам помогают линии, которые я прорисовала на руке у себя. Вы же смотрите просто. Сначала мы все рисуем как конструкцию, как, представьте, такой экзоскелет. При рисовании вот этой конструкции важно теперь, чтобы каждая точка нашей костяшки была на месте. У меня есть первая точка, вот эта опорная. Раз, два, три, четыре. Вот это движение есть. Беру следом средний палец. Он у меня расположен немножечко дальше, повыше. Вот его точка и вот его движение стремится к кисти. Следующая костяшка видно совсем чуть-чуть и она уже располагается ниже. И последнюю точку вижу только крайнюю точку мизинца, как он идет к руке. А теперь рисуем большой палец. Большой палец лежит под всеми остальными. Вот его точка лежит прямо. Далее мы будем на наш скелет наращивать мышцы, то есть наращивать объем. Как это выглядит? Также начнем с первого плана. Костяшка представляет собой своеобразный круг. Если хотите, если вам так будет удобно, то это круг. Или же закругленный треугольник. Это представляет собой форма костяшки. Также следующая косточка. Связка имеет круглую основу. Помним, в следующей фаланге тут также скрыт круг. Вот первый палец у нас с вами обозначен. Он у нас будет идти, смотрите, как тыльная сторона будет в тени, поэтому мы можем его немножко себе заштриховать, чтобы не перепутать. Вот у нас идет первый палец. Следующие пальцы прорисуем по этой же схеме. И у меня вот тут костяшка имеет форму. Смотрите, какой выраженный хороший круг. Теперь большой палец. У нас есть его движение, поэтому тоже в элементах, здесь в наших опорных точках, он будет как будто бы так же изгибаться. Низ, вы видите, руки тоже, он имеет вот здесь такую подушечку, вот эта форма, поэтому ее нам тоже важно вот здесь прорисовать. Свет у меня сейчас падает вот отсюда, сверху, слева, поэтому все, что будет справа, у меня будет уходить тень. А теперь, если вы хотите нарисовать более реалистичное изображение, вы видите, что кожа, это материал у нас матовый, гладкий, поэтому нужно будет просто острым карандашиком везде тени сделать мягкими и немножко перевести. Также мы смотрим, что форма пальца, это форма цилиндра, то есть она округлая, следовательно, все штрихи мы будем накладывать тоже по кругу. Вот эта форма костяшек тоже дает нам понимание, как правильно штриховать это место. Штрихуется оно тоже по кругу. Видим, что ноготь у нас на порядок светлее, чем сам палец. Также здесь, помните, округлая форма обратной тыльной подушечки большого пальца, также штрихуется по кругу. Между пальцами не забывайте прорисовывать темное пространство, это позволяет отделить их друг от друга. Я думаю, на этом этапе мы закончим построение именно руки сжатой, и перейдем к следующему построению. Следующее положение построение руки в расслабленном состоянии. Внимательно соблюдайте пропорции, чтобы пальцы не вышли слишком вытянутыми. Смотрим, что вот от этой точки здесь полк у нас пройдет именно изгиб ладони. Здесь она меняет форму, и здесь наши все точки, они дублируются в наших складках, поэтому их мы стараемся тоже передать, сохранить. Теперь начинаю что делать? Наращивать основную массу на каждый палец. Следом прорисовываю большой палец, а уже те, что на заднем плане, будут внизу. Наращиваю ему что? Толщину. 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 И теперь сделаем легкую светотеневую проработку, то есть то, что внутри у нас, оно идет темнее. Его уведем, все эти три пальца, в тень. И уже даже это позволит нам показать, что они у нас находятся в тени, находятся внутри. Если вы хотите сделать изображение более реалистичным, то мы делаем плавный переход от света к тени. Но на данном этапе изучения нам достаточно и такого простого конструктивного построения. Сейчас нам важно именно изучить саму форму. Так, ну а теперь попробуем нарисовать кисть руки в напряженном состоянии. Здесь также намечаем по нашим основным параметрам. Начинаю с большого пальца, потому что его форма здесь держит все основное. И теперь намечаем именно то, как загибается к нашему большому пальцу палец указательный. И дальше один палец у нас, видите, немножко больше изогнут. Тоже смотрим по движениям. Раз, два, три. И также теперь, после того, как мы наметили по точкам, наращиваем на палец объем. Не забываем про фаланги, что в них мы всегда вписываем окружность или треугольник с закругленными краями. Всегда смотрите, если вам непонятна форма, на какую простейшую геометрическую форму она похожа. И тогда вам сразу станет легче понять, как ее зарисовать именно похоже. Здесь я прошу вас не просто срисовывать, а смотреть именно на конструкцию. И чтобы выявить первый план, мы затемним вокруг большого пальца движение. Это самые активные тени. Вот такие наброски кистей получились у меня. И мне очень интересно, что же получится у вас.